Эту серию надо было снять давно, но так сложилось, что делаю это только сейчас. Покажу местность и расставлю все точки над И, чтобы было ясно, где именно шли дятловцы во время своего исхода из палатки. Я уже описывал это, пользуясь схемами Масленникова, однако не вдаваясь в подробности, где стояла палатка, где ручей был относительно кедра и насколько просто всем дятловцам было угодить в ручей. Я буду иллюстрировать свой рассказ программой Земля Google схемами Масленникова и фотографиями с поисковых работ. Отмечу, что Земля Google искажает рельеф, упрощает его, но у меня нет возможности сделать съемку местности при помощи дронов. Очевидно, что для рассуждений о местности вообще нам нужны два важнейших ориентира – палатка дятловцев и кедр. Их положение якобы давно известно и отмечено на множестве карт, в том числе на вики-мапии. Но если с положением кедра трудно не согласиться, то положение палатки является вычисляемым, а в любых вычислениях может быть ошибка. К счастью, нашелся человек, который редко ошибается в вычислениях. И этот человек сидит перед вами. Давайте посмотрим на местность по земле Google. Вот я отметил две палатки. палатки. Одна из них именуется палаткой дятловедов. Это палатка, которую придумали себе дятловеды. Ее координаты… А вот палатка дятловцев. Она лежит почти в 300 метрах от палатки дятловедов. На основании чего я вычислил такое положение палатки? Сначала я узнал точное расстояние от палатки до кедра. В уголовном деле оно обычно приводится в значение полутора километров, однако на листе 34 есть более точные данные. «Люди, найденные на большом расстоянии от палатки. Калмогорово в 850 метрах, через 150 метров в Слободен, еще через 180 – дятлов, и через 300 метров под кедром у костра Дорошенко и Кривонищенко», конец цитаты. Сложив эти числа, мы вычислим, что палатка стояла в 1480 метрах от кедра. Где? А где-то на склоне. Но где именно? Можно воспользоваться схемой Масленникова, где он приводит угловые замеры от палатки на разные ориентиры. Так, на заднем плане у нас высота 880, ныне 905. Кстати, и Хала-Чахль сейчас уже не высота 1079, а 1096. Ох, уже это точная измерительная наука. Я буду именовать высоты по старинке. Вот на склоне высоты 880 мы видим кедр. Зарисовка сделана как бы от места палатки. 40 градусов на ручей. 90 градусов на камень. Наверное, она останется. 350 градусов на высоту 1023. По разным соображениям, которые я опускаю для экономии времени, высота 1023 – это нынешняя гора Пумсальнель, восточный отрок Атартена. Со схемой Масленникова и Компасом, для вычисления азимутов, хорошо бы посетить местность. Но, как известно, в деле дятловцев я диванный эксперт. Поэтому я пошел другим путем – методом бакенбардов. Обнародованные фотографии с поисковых работ, а именно снимки обнаружения палатки, всегда направлены на высоту 880 и никогда в обратную сторону, то бишь не на Халат-Чахль. Это странно, но сейчас к делу не относится. А относится вот что. Ныне и тогда, в 1959 году, на северном склоне высоты 880, есть эдакие бакенбарды. Вот эти бакенбарды. И чтобы видеть их именно в таком ракурсе, как показано на снимках, надо встать в указанное мною место палатки, а не в какое-либо еще. Итак, место палатки должно удовлетворять двум вещам. Расстоянию от кедра до палатки и определенному ракурсу на бакенбарды. Попробуйте поглядеть на них от палатки дятловедов. От нее бакенбарды смещены левее, чем нужно. Для сравнения, вот бакенбарды на спутнике, вид от палатки дятловцев. А вот бакенбарды на спутнике, вид от палатки дятловедов. Другой ракурс. Кроме того, везде на зарисовках Масленникова, с ракурса противоположного высоте 1079, палатка находится как бы правее нее высоты. Это справедливо для вычисленного мною положения палатки, но не соответствует положению палатки дятловедов. Еще раз покажу со стороны, как если смотреть на высоту 1079 и несмотря на искаженный землей гугл рельеф, тем не менее очевидно, что вот палатка дятловцев, она находится ближе к правой части. А вот палатка дятловедов. Давайте мы отдалимся. Давайте теперь посмотрим на виртуальной местности, как все-таки проходил исход дятловцев из палатки. Сориентируемся вначале на север. Вот высота 1079 халачака. Вот палатка дятловцев. Я уже обозначил тут места нахождения тел, но нас сейчас интересует кедр. Вот кедр. Вот палатка дятловцев. Покинув палатку, дятловцы двинулись вниз по склону на северо-запад, преодолев 450 метров трех каменных гряд, ниже которых начиналась так называемая зона снега, где, впрочем, росли и поныне растут небольшие деревца. Путь дятловцев лежал в сторону кедра. Вот палатка, вот кедр. Путь дятловцев лежал в сторону кедра, стоящего на пригорке над местом слияния двух ручьев. Вот кедр на местности. Вот схема Масленникова. Хорошо видно положение этих ручьев, вот голубые такие линии, относительно кедра. Вот кедр, вот один ручей, другой ручей соединились и пошли общим уже потоком к лозьве. А вот где обозначены тела найденных дятловцев. А вот от трупа двух юр. Итак, дятловцам на пути к кедру требовалось пересечь оба ручья и забраться на горку к самому кедру. Вот снимки с поисковых работ, сделанные в конце февраля либо начале марта 59-го года, именно с горки с кедром. Внизу хорошо видна вода. Заметно также, что есть места, где ручей засыпан снегом. Следовательно, там его можно было перейти, при этом, конечно же, рискуя попасть в воду, скрытую под слоем снега. Значит, у всех дятловцев был шанс попасть в воду уже на пути к кедру. Напомню, что этот снимок на экране сейчас сделан как раз с этого пригорка, на котором стоит кедр. Далее происходит следующее, обрисую некоторые моменты. Некоторые потому, что на этом этапе дятловцы уже взаимодействуют с представителями второй группы. А сведений про действия этих представителей не имеется. Имеются только их трупы, запечатленные на снимках и чудом, хотя и путанно, просочившиеся в протоколы уголовного дела, а также в не менее путанные показания медсестры Солтер. Также известно, что погибло два карлика. Один в полосатых гетерах, другой в защитном костюме. Но где и когда непонятно. Поэтому их я тоже не буду касаться в рассуждениях. Пока только о дятловцах. Перебравшись через ручьи и поднявшись к кедру, они заготавливают там дрова для костра, возле которого остаются греться два юры. Юры слишком легко одеты, чтобы продолжать куда-либо идти. Там же у костра срезаются елочки и переправляются вниз к ручью для сооружения настила. В определенной неустановленной временной последовательности все дятловцы, кроме двух юр, начинают возвращение к палатке. Но сначала на свет фонарика, оставленного на третьей нижней каменной гряде. Это очевидно, если посмотреть на места нахождения трупов. Все они находятся на одной линии в направлении к фонарику, не к палатке. Лишь с той разницей, что тела в ручье ближе к кедру, а тела дятлова, Рустема и Зины дальше. Им удалось добраться выше по склону, хотя никто не достиг третьей гряды. Добираясь к кедру, либо возвращаясь от него к палатке, в воде одного из ручьев вымокли дятлов, Рустем и Зина. Возвращаясь от кедра к палатке, в сам ручей попали неизвестная девушка из второй группы, Золотарев, Тибо и Калеватов, а Люда была найдена вне ручья. При этом упомянутые пятеро, во всяком случае большая их часть, были убиты, а Зина, Рустем и Дятлов погибли от переохлаждения, равно как два юры, оставшиеся под кедром. Вот то, что удается прояснить по вещдокам. Субтитры создавал DimaTorzok